Доброго времени суток, дорогие и любимые мои подписчики, зрители, а также гости моего канала. Сегодня мы с Варварой. Сегодня воскресенье, 16 октября. Мы в библиотеке Довинчи. И здесь у нас всегда проходят встречи наших вышивальщиц. И сейчас мы на встрече. Приехали очень много знакомых лиц, много незнакомых, потому что я давно здесь не была. Поэтому много красоты мы сейчас увидим. Надеюсь. Я постараюсь снять. Тебе не надо снимать, Варвара, тоже со мной. Ты с этим прям хорошо слилась, у тебя подходит кофточка вот к этой сидушке. Еще тут ноги с детьми, так что пойдем смотреть всю красоту. Тут мои работы. Их уже атаковали. Фотографируют и снимают. А мы пойдем продвинемся по столу дальше. Своё мы видели, поэтому... Что своё-то снимать? Надо же чужое посмотреть. Вот. Знаменитые ежедневнички. Это вам. Это три кормшевания на один месяц, на яму. Все. Так. Сейчас мы сюда еще подойдем попозже. Ой, сколько игрушек новогодних всяких-всяких разных. Вот это из последних новинок. Угу. Ну, они, кстати, в жизни смотрятся намного красивее, чем на фотографиях и на видео. Там очень такие яркие. Две я только такие вижу. Какая конфетка. Красота. Красота. С нашитами. О, там какие-то полки. Ой, игрушек сколько куча. Куча, куча. Игрушек. Мне не хотелось только тащить. Ой, какое многообразие. Прямо ёлку можно завалить уже. Можно уже только этими игрушками одними ёлку нарядить. Да, из ёлки, да? Уже на палку. Вот. У меня такая тоже мышка есть, но она просто на круглой подставочке. А тут такая подставочка в виде сыра. Вообще прикольно. А что у нас есть мужчина-вышивальщик. Вон он, наш Сергей. Мы его... Сергей Викторович, мы его холим, лелеем и бережем. Вот. Так. Нет, нет, нет. Это не Сергей. Это не Сергей. Нет. Нет. Не знаете, войдёт вам, не зайдёт. То есть он такой компактный, он такой прям вручный. Ну, я уже взяла. Маргарита, у меня уже номер телефона. Даша, на дождение! Ой, нет, я подожди. У кого? Даша Мастракова, что ли, на дождение сегодня? Оооо. 458. 9. Я просто хочу, чтобы вы записали. Мы будем дружить. Мы будем дружить. Я потом в видео поставлю вам ссылочку на страничку ВКонтакте, где такую красоту можно будет приобрести. Не мешаю. Смотрите остальные. Так. Обесинская кошка. Ну, какая красота. Я смотрела, что ты даже увидишь. А у кого? У меня вишня. А они же вроде там не договорились. Вот это уже второй вопрос. Да. Это очень нералький. Ты знаешь, что еще нравится этот... Есть у меня в Казахке это. Как-то женщина. Ооо. Что он горит. Она охотная? До высокого. Коллекция наперстков. Конечно, так нравится. Здорово. Здесь какой-то домик под Натроски прекрасный. Она была... О, и вот там. Пойдем дальше. Замечательная полка. Она тоже очень-очень мелко. Примерно как я хаэт вышиваю. То есть, прям совсем-совсем мелко. И тут полукрестом в две нити. Я вышиваю в одну ниточку крестиком, а это в две нити полукрестом. Но канва тоже, наверное, двадцать... Двадцать седьмая, наверное, как у меня. Ну, или двадцать пятая, в крайнем случае. Ну, игрушек, конечно, больше всего. Все готовятся к Новому году. Ооо. Вот, смотрите, какие полочки. Какие полочки. Две стоят оформленные. Такие рамки интересные с уголками. Весь виноводочный ассортимент собран. И закуска. И закуска к ней в придачу. Красотки сидят. Так, давайте вот сюда пойдем. Послушаем тишину. О, баба-яга. Какая была у нас. Уехала. Метивчики. Тоже красота. С писером. Пасхальный сюжет. Пасхальный сюжет. Сила рода. Обратно. Передвигаемся. Даша, поздравляю с днем рождения. Даша, поздравляю с днем рождения. Это баба-яга после того, как я у вас уехала. Я говорю, баба-яга была у нас такая, в Иркутск уехала. Да, я когда у вас увидела на канале, я ее разговаривала. Честно говоря. Золотую руну все скорее. Потому что сразу видно, что проработка хорошая, а бэкстич нету. Золотую руну. Только такие сюжеты делают. Так, бутылки тут, как я с тормашками. Надо их повернуть. Вот тоже золотое руно. Ой, слушай, такая красота она. Аппетитно так сразу смотрится. Вот чудесные углы я тоже люблю, что яркие у них сюжеты. Яркие сюжеты. И легко очень вышивается. Первая мне лучше далась. Вот этих я все хотела прям. А эти я как увидела, все. Я прям тоже говорила, я мое. Но что-то как-то все... Тяжело мне далось. Ну, смотрится очень красиво. Очень. Мне тяжко в чем я. Не маленькая она такая. Ой, я с своим поднимем. Тридцать. 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 Так, давайте аккуратно. А это Алиса. Это у нее одной рукой неудобно. Ой, какая вот тоже осень чья-то. Равномерки. Как-то мы тут все перебробили. Все рубили. Тоттеры, 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 тоттеры тут пошли. Что-то любитель тоттеров. Я, честно говоря, не смотрела ни один мультик. И не знаю этих... Надо повернуть чья-то тормашками-то. Смотрите, какие красивые. С металликом там. Красивые. Но я... Не моя... Не моя тема. Ну, как... Каждое свое. Так, тут пошли Миробилька. Давайте. Пойду с Катюшей поздороваясь. Дорогие дамы и господа. Что-то... Не подумайте ничего официального. Так что... Ну, вы же знаете, да, что мы не просто так здесь собрались, а вышивки посмотреть, пофотографировать. Ну, как мы делаем? Уже пять лет примерно. Не примерно, а пять лет у нас. Да, на самом деле, у нас сегодня так называемая юбилейная встреча. Наш маленький клуб подрос. Ему уже пять годиков. И поэтому мы решили, что надо это дело хоть каким-то образом отметить. Ты зовешь нас... Безусловно. Но не сейчас. Сначала давайте немножко поговорим про историю, да, нашу. Кто знает, кто не знает. Потому что изначально девочки собрались, буквально компанией из пяти человек. Сколько СМИ у нас сегодня, да? Так вот, изначально собрались по инициативе группы ВКонтакте, которая называется «Я вышиваю», которые проводили флешмоб. Девочки встречались, фотографировались, по-моему, с батоном. Нужно было хлебобулочное изделие. И после этого, когда их пять человек с нашего полуторамиллионного города собралось, они решили, быть такого не может, чтобы вышивало пять человек. Поэтому давайте что-нибудь сообразим. Сообразили чат в WhatsApp. То есть первым был чат. В принципе, да, вы знаете, что чат сейчас у нас наиболее живой и активный. Иногда сверхактивный. Но это хорошо. И после этого организовалась группа ВКонтакте, которая тоже, я надеюсь, будет у нас живая и активная. И сейчас, что, более 600 человек уже в группе. Более 600. Суд? 600. А, в группе. Да, в группе. А, в группе. В группе, да. В чате, конечно, нас поменьше. Я думаю, если в чате будет 600. Доброе утро, доброе утро, доброе утро, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Спокойной ночи. Поэтому я... Я вообще кто, да? Я что тут вообще говорю? Я являюсь у нас администратором в паблике ВКонтакте, в нашей группе. И немножко администратором в чате. Ну, это на всякий случай конфликтных ситуаций. Я Сорокина Наталья Сергеевна, может, просто Наташа. Вот. И я хочу от себя сказать, и надеюсь, вы разделяете мои чувства. Очень радостно, что нас становится больше. Что, несмотря на любые ситуации, происходящие у нас дома, в мире, мы все-таки вышиваем, мы все-таки вкладываем какое-то добро в то, что мы делаем. И мы уважаем то, что мы делаем, и то, что делают наши коллеги по ИПЛЕ. Поэтому мне очень радостно, что мы здесь сегодня собрались. И у нас есть чем порадовать, чем поздравить всех нас. Кроме этого, Татьяна сделала подарок нам всем. Я считаю, очень такой символичный и очень приятный. Покажем? Покажем. Мы с ней даже уже отшили. Вот. Идея была моя. Татьяна ее очень классно реализовала. Вышить вот такую бескорню. То есть все знаете, что бескорню это игольница? Передавайте, посмотрите. Герб нашего города. Это наша новосизирская символика из гербов. И с нашими самыми яркими. Смотрите, какая прелесть. Ой, какая сова-вышивальщица. У бандиты. И мышь. И мышь тоже. Тут, короче, все вышивальщики. Видите? Мышка, сова. Какая авокадо? Какую авокадо? А, вушку. А? Там, видела там все авокадо. А вот и авокадо. А вот и авокадо. Вот она. Вот она. Это можем брать? Это можем брать? Это схема, пожалуйста. Это бесплатно? Это бесплатно? А ты можешь это сама сделать. Есть ткань. Ой, есть конвай. А, нет, а пластик есть? Пластик есть. Дома есть, конечно. Так. Мне должны где-то мой набор привезти. Маруська и Котовский. Но что-то я его... Не вижу я. А я пойду к нашему, а потом суть. Да. Ой, сколько нас много. О, как, к столу не подойти. Ну, ничего. Мы в стороне покупаемся. В славе. А вот сейчас... Тяжелая, но... Особенно вот купец, но и купчиха. Это ваше? Да. Ну, нет, она... Ну, там половина. В последнем видео кого эту чашку вышивали? Купчиху. К нему, к нему. В пару. В парочку к нему. Бояриню, да. Бояриня. Бо-бо-бо. Да. Ну, я ее не стала. Чего она там, половинка. Уж не потащила. За сколько по времени вышивали? Вот этого. Вот если сесть, то, конечно... У меня, секрет, за полгода их вышивает. Но я его года два, наверное. Потому что вот так же, как с бояриней. Возьму, повышеваю, отложу. Повышеваю, отложу. Я маяк хочу посмотреть. А мы там еще как раз переезжали. Ваше. Да, это все. Как на черно вышиваете? Ну... Тяжеловато, да? Мне сами просто эти наборы туго идут. Там такие нитки. Бестекс еще. Старая комплектация. Это вот сделай своими руками. Комплектация старая. Нитки. Они махрятся. Они в катушках становятся. Поэтому я... Не столько у меня черная канва убивала, сколько качество нитей. А ничего больше не пробовали на черной канве? Почему? У меня лев есть. Подождите, а поэму какую-то вы... Вот моя поэма, она на белой канве. Там нитки все мое. Нет, нет, но она сама темная вот такая. Я у вас ее не вижу. А я ее не... Вы не берете в работу пока? Пока нет, ага. Не признается на то. Ой, что-то живот ее недавно в чате выкладывала, за царевну лебедь. Вот это наше? Это наше? Это наше, да. Это моя, Ксения. А не замахнутся ли нам на нашего? А это тоже ваше? Нет, это вот отсюда. Это вот, наверное, вот отсюда. Да, вот. Вот так просто смотрели и... Это вся коллекция пакетчиков. Ух ты! Их же было много-много-много. Их сейчас новый сезон еще начинается. Спасибо, ну прекрасно. Вот это же человек... Это беспроигрышный. Ну да. Ааа... Мне понравилось. Вот. Вот такой я тоже вышла. Так она мелкой-мелкой конве. Ой, какая! Смотрите, все бутылочки. Яркая. Смотри, а видишь, какая мышка. Вот, черная. Мне понравилось. Да и не торчит. Юная вышивальщица. Ты еще не пробовала вышивать? Я пробовала. Ну, Варя-то пробовала. Варя вышивает потихоньку. Путляет там что-то. Ну, а что, одну ты... Обышиваем. Да, одну елочную игрушку ты вышила. Вторую начнала. Вторую не закончила еще. Но... Бутылочек куча. Ага. Я помню, ты говорила, что там рядом. Нашла я. Вот он мой. Ага. Вот он мой. Марускин и Котовский. Еще одна вышивка мне предстоит. Девушка не так... В июне месяце скончалась. А? Да? Жаль. Это вот трамвайная остановка. Это, по-моему, по-моему... Широкая. Ну да. Это чьи вот работы? Рядом с пятерочкой. Чьи работают? Это Елены Котовский. А, вот это же конгресс? Да, это дочь. Или Лугана. Это Лугана. Да, нет, мятлингая. Конгресс, он жесткий. Ну, может, его... Моя не мочила. Оксана, давай я смотрю с вами. Давайте. Нет, ну я шесть такой... Давайте. Я не против. Тут дочь. Какой органайзер прикольный для вышивки. Снек и была. Все тут, видишь, на маячке, ножнички, у них поддеватель, все это. Оп, оп, закрылась и красота. А вот эти я вот еще не смотрела. Так, сейчас мы так обойдем. Я вам всем обещаю, я ее найду и я ее все напишу. Зайка бросила соседка. Кто-то даже уже... Да, я открывала там, аха, ножнички. А, пока еще лежит. Пока еще лежит, я еще... Покрасили. Красьте, держите. Да. Я же тебе говорила, у тебя акриловые краски есть. Давай попробуем канву покрасить. Давай. Я еще не достала. А то от линолеума там ничего они не отдираются. Может, в канву впитаются, что не отдерешь. Вроде аккуратно. Ты каши заверешься. Ты же еще не достала. Так потом нашивать. А мне почему-то не так. И еще одно. А вот смотрите, какой палитр нит сделан. Ага. Смотри, как здорово придумали. Из остаточков нитей. А, кушать хочешь? Ну, сейчас поедем. Скажите, ну, смотри. Вот это здесь. Как он получил. Здорово. Интересно сделано. Палитра нитей. А, да. Я вот это посмотрю. Ну, а ты клеишь вот эти, ну, обрезки. Ну, да. Ну, и, ну, и получше, ну, такая, ну, а ты картина. В общем, красоты куча. Мы уже все такие, уже расползлись по группкам, пообщаться. Все работы уже посмотрели. Кто-то свои уже сложил. И мы тоже уже скоро будем собираться домой. Встреча подходит у нас к завершению.